Всем привет! Это вторая часть моего видео о том, как получить загранпаспорт в Грузии. И, как видите, я уже свой получила. Не буду открывать показывать, но это два одинаковых почти загранпаспорта. Первую часть вы можете посмотреть по ссылке в описании. Там я рассказывала, как именно подать на загранпаспорт, сколько я ждала в очереди и что было, когда я приехала в Тбилиси непосредственно в консульство. А сегодня я расскажу, как я забирала загранпаспорт и за сколько мне его сделали. Итак, после того, как я подала заявление на загранпаспорт, мне дали справку о том, что я подала заявление. На ней есть социальный номер, QR-код. Эту справку нужно сохранить, потому что только с ней вам выдадут паспорт. Также, если вы получаете загранпаспорт в Тбилиси, вам нужно ваше личное присутствие, чтобы его получить. Почтой переслать паспорт нельзя, как в других странах. Например, в Тульции я знаю, что можно пересылать его на другие города. Поэтому важно приехать. Итак, после того, как я получила эту справку, потому что я подала заявление, мне сказали, что нужно ждать от месяца до трёх. Я подавала на загран на 10 лет. И я знала, что нет смысла смотреть раньше, чем через месяц точно. Поэтому через месяц я зашла на специальный сайт. Там было написано, что готовность моего паспорта 80%. Это означало, что он уже готов, но мне нужно было его ещё дождаться. На этом сайте просто пишут 80% готовности и всё. Но если вы хотите узнать более подробно, где ваш паспорт, то можно открыть этот сайт с помощью кода программистов. Не знаю, как это правильно называется, но есть такой лайфхак. Там что-то надо нажать, и появляется такой код. И в нём надо посмотреть, что написано рядом с этими 80% или сколько у вас там процентов. У меня там было написано «На пути в пункт будущего». То есть это такой лайфхак. Я потом найду, как это сделать и напишу здесь на экране. И потом я продолжила ждать. В итоге мне на этом сайте предложили получать письма с обновлениями. По моему заявлению у меня, естественно, согласилась. И где-то ещё через три недели мне пришло письмо, что мой паспорт готов. Я зашла проверить. Там было написано «100%». Это означало, что я могу приезжать и забирать его. Итогом, мне паспорт сделали за месяц и три недели после того, как я подавла заявление. Напоминаю, что в очереди я стояла больше трёх месяцев. Именно до того, как прийти в посольство первый раз, у меня ушло три месяца, чтобы туда записаться. И потом месяц и три недели готовность к паспорту. Но я не могла приехать сразу. Я посмотрела в интернете, сколько может храниться загранпаспорт в консульстве. Он может там лежать в течение года. Конечно, мне хотелось собрать его как можно быстрее. Но всё равно получилось у меня приехать только где-то через три недели. Дальше самое интересное. То есть я даже не доставала файлик с документами, которые мне выдали, когда я подавала заявление. Я прям всё так и взяла, как там лежала. И обязательно также нужно взять внутренний свой паспорт. Когда мы приехали, я всё рассчитала так, чтобы были запасные дни на всякий случай. То есть получать паспорт уже можно без записи. Вы просто приезжаете, и там на вот этой справке написано расписание. Паспорта выдают в понедельник, вторник и четверг с трёх до пяти. В среду не выдают. В пятницу с часу до двух. Мы приехали в среду специально, чтобы погулять, а в четверг пойти. И чтобы на всякий случай у нас ещё осталось время в пятницу. Итого, в четверг мы пришли к трём. Хотелось, конечно, пораньше, но так уж получилось, что мы пришли к трём. Я подозревала, что будет очередь, но я не подозревала, что она будет настолько большая. Если вы ещё не были в консульстве, там есть внутри такой дворик. В этом дворике уже было много людей, и ещё снаружи стояли люди вот так в линию. В общем, мы туда и встали тоже. Предстояли мы полтора часа, очередь не двигалась. Ну, как нам в очереди потом сказали, что в полтретьего туда запустили первых 70 человек. То есть там внутри было 70 человек. Кто-то оттуда выходил, но всё это было не быстро. В общем, по-моему, кто стоял на улице, так и не попал. Мы постояли, поняли, что уже не вариант нам сегодня получать. Расстроились, потому что хотелось всё-таки сразу получить. Но решили прийти на следующий день пораньше. Как я уже сказала, на следующий день в пятницу у них вообще только час по времени вечера. В очереди сказали, что за два часа где-то 70 человек. То есть 30-40 человек за час они пропускают. На следующий день мы хотели приехать к 8 утра, но я бы не встала так рано, потому что куда ещё нужно добраться. Кстати, если вы не знаете, где находится планшутство. Это район Уваки, там нет метро. И добраться туда лучше на такси. Иначе вы просто проездите на метро, потом ещё идти от ближайшей станции Делиси. Того метра два с половиной. Поэтому сразу едьте на такси. Максим, мой муж, предлагал пойти в эту очередь самому, отстоять там 5 часов, чтобы я приехала попозже. Но мы решили уже ехать вместе. В итоге мы приехали туда 10. На улице уже стояли люди, но, к счастью, мы были 12-ми. То есть у нас был шанс пройти. Ну, точнее, мы были уверены, что мы пройдём. У первого человека в очереди такая тетрадка, куда все записываются. Ну, просто свой номер и фамилию, чтобы всё было честно. И таким образом мы были 12-ми. Люди приходили, уходили. То есть кто-то записался и ушёл, потому что было долго ждать. Но мы решили стоять и правильно сделали, что и вам советую. Потому что неожиданно начали паспорта выдавать на 2 часа раньше. То есть не в час, а в 11 уже. То есть мы на улице постояли всего час. Это была невероятная удача. И, конечно же, мы всё быстро получили. Точнее, я получила. А вот люди, кто уходил, у них, конечно, там начались небольшие проблемы. Кто-то потом догнал свою очередь. Ну, в общем, мой вам совет. Приходите как можно раньше и никуда не уходите. Я получила паспорт, просто отдала все свои документы. Единственное, что долго искали мой паспорт. Меня это немножко поволновало. К счастью, его нашли. И я всё получила. Фотография у меня, конечно, просто ужас. Потом мы вышли из консульства. Посмотрели на мои паспорта. Кстати, вот старый паспорт мне тоже отдали. Тут печать анонируха стоит. А потом смотрим, раз, а уже всех людей внутрь запустили. Просто был какой-то невероятно удачный день для всех. То есть изначально там одно окошко только работало для будущего. А потом, я думаю, что закончились всякие записи, которые по времени. Подать паспорт или вопросы по гражданству и так далее. И все три окна стали работать на выдаче паспортов. То есть мой вам совет. Приходите заранее, записывайтесь в очередь. И стойте на месте, никуда не уходите. Чем раньше вы приедете, тем больше вероятно, что вы получите свой паспорт в этот день. Ну, конечно, если вы едете из Батуми или из другого города, то нужно быть готовыми к тому, что вам придется где-то остаться на ночь. Мы оставались у друзей, поэтому в целом у нас все прошло гладко, не считая того, что мы сразу не получили. Но в целом все хорошо. Я, наконец, довольна, что все получила. И теперь могу сделать даже без оран. Скоро уже пора будет. Всем удачи! Смотрите первое видео по ссылке. Подписывайтесь, комментируйте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok